Новости сейчас. О главных событиях при Ангаре и вот о чем пойдет речь далее. Прошли чудо, хирурги пришили их молодому брачанину спустя 12 часов после ЧП на производстве. Дорога в свет, а будущее еще на одном участке федеральной трассы Сибирь. Появилось более 250 фонарей, где теперь будет меньше аварий. Доскажем через несколько минут в прямом эфире новостей сейчас. Ну и начнем с главной темы. Пять фракций будет представлено в новом созыве Законодательного собрания Иркутской области. Четырем партиям удалось перешагнуть. Пятипроцентный порог по итогам выборов лидирует КПРФ. Они набрали 33,9% голосов избирателей. Активнее всего за них голосовал Усольский район. На втором месте «Единая Россия» 27,8% голосов – самый большой показатель у партии в Боиндаевском районе. На третьем ЛДПР и 15,8% голосов либерал-демократы самую большую поддержку получили в Усть-Куте. 7% набрала «Справедливая Россия». Несмотря на то, что показатели гражданской платформы только 4,7%, партия может сформировать свою фракцию в Законодательном собрании. Из победителей в одномандатных округах их три человека. Про лидеров голосования в округах расскажем подробнее. В первом победила Нина Чек, этого «Единая Россия». Во втором Александр Бетаров, гражданская платформа. В третьем Антон Красноштанов и «Единая Россия». В четвертом Антон Романов, КПРФ. В пятом Виктор Кондрашов, тоже КПРФ. В шестом Иван Крывовязый и тоже коммунистическая партия. В седьмом Евгений Сарсенбаев, КПРФ. В восьмом Александр Белов, КПРФ. В девятом Андрей Андреев, КПРФ. В десятом Светлана Петрук, «Справедливая Россия». В одиннадцатом Евгений Бакуров, гражданская платформа. В двенадцатом Тимур Сагдеев, «Единая Россия». В тринадцатом Галина Кудрявцева, КПРФ. В четырнадцатом Павел Сумароков, КПРФ. В пятнадцатом Виктор Побойкин, «Единая Россия». В шестнадцатом Ольга Безродных, гражданская платформа. В семнадцатом Денис Шершнев, КПРФ. В восемнадцатом Наталья Дикусарова, «Единая Россия». В девятнадцатом Магомед Курбайлов, «Единая Россия». В двадцатом Виталий Перетолчин, тоже «Единая Россия». В двадцать первом Николай Труфанов, «Единая Россия». В двадцать втором Кузьма Алдаров, также представитель «Единороссов». Таким образом, депутатские кресла между представителями партии, вероятнее всего, распределятся так. Восемнадцать мест будет у КПРФ. Девять человек пройдет по спискам, девять по одномандатным округам. Семнадцать у «Единой России», восемь по спискам, девять по округам. ЛДПР по спискам возьмет четыре мандата. И по три будет у «Справедливой России» и гражданская платформа. Как сегодня отметил председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев, пока это предварительные итоги голосования. Предварительные они в силу двух обстоятельств. В силу того, что еще не утвердили протоколы. Собираемся это сделать в среду, в зависимости от того, как нам привезут избирательную документацию территориальной избирательной комиссии. И потому что у нас в Жигалово одна комиссия по реке идет в сторону Тика, вот только пришла и сейчас только вводит в газвыборы, поэтому одна комиссия еще у нас не довела. Явка в единый день голосования в Приангаре составила 26,3%. Самый хороший показатель в Боендаевском районе. Также жители активно пользовались возможностью проголосовать по месту пребывания. Соответствующие заявления написали 14 тысяч человек. Как голосовала Иркутская область, расскажем далее. На часах 8 утра во всем регионе открываются избирательные участки. Приангарию предстоит выбрать депутатов законодательного собрания третьего созыва. На руки получают по два бюллетеня. В одном перечень партий, в другом кандидаты по одномандатным округам. Несмотря на выходной день и сезон сбора урожая, уже с утра жители идут исполнить гражданский долг. На 12 часов у нас явка 100 человек. В основном идут избиратели преклонного возраста. Молодежь проявляет какую-то низкую активность. В 8 часов утра у нас даже была очередь. Как вот первый раз вообще такое было у нас. А еще хочу сказать так, что в основном избиратели просят, чтобы была включена бюллетень, графа против всех. Да, вот так даже. А вообще приходят с семьями. Какое настроение усть-кутян? Ну, настроение, конечно, не очень хорошее. В основном как-то люди уже устали что-либо верить. Но приходят с семьями. И вот бабушки спешат на дачу. С авоськами бегут к нам. Голосуют не только о участковых избирательных комиссиях. Поселок Плишкино. Исправительная колония номер 4. Утро воскресенья для приговоренных принудительным работам началось с выдачи паспортов для участия в выборах. Голосовать будут 6 мужчин и 1 женщина. В сопровождении конвоя они направляются на избирательный участок, который работает на базе местной школы. Я принимаю первый раз участие в выборах. Понимаю все, что мне это нужно. Выполнил свой гражданский долг. До нас доводилась информация. Она у нас висит в исправительном центре на информационной доске. А члены участковых избирательных комиссий направляются к тем, кто по каким-либо причинам на участок прийти не может. Их сопровождают наблюдатели и полицейские. Для этой комиссии адрес уже 27 в списке. Здесь их ждет Татьяна Крещик. Более 20 лет работы в Кировском исполкоме закалили в Иркутянке ответственную и активную жизненную позицию. Поэтому никакие преграды не разделяют ее и избирательный бюллетень. Я без этого не могу. Я просто считаю, что это моя жизнь. И поэтому, чтобы мы лучше жили, нам надо это делать все время. Можем, не можем, а душа прямо бежит к вам. Поэтому я так переживала сегодня, думаю, и не хочу вас беспокоить. Дойти не могу. Выхода нет. Все равно я тогда вис и пойду голосовать. Как ни доползу. Так что я считаю, что все должны, молодые и старые. Не надо пренебрегать этому. Много не ходят. Это неумно, это неправильно. Кроме выборов депутатов законодательного собрания, проходит и ряд муниципальных кампаний. Новый состав ДУМ определен в Балаганском, Золоринском, Мамско-Чуйском, Нижне-Илимском, Тулунском, Чунском, Шелиховском районах, в Мамакане, Бохане, Вихоревке, Усули-Сибирском, Свирске. Выбран мэр Куйтунского района. Им стал Алексей Мари. В избирком стекаются все жалобы и претензии. Их за весь день всего шесть. А вот ЧП одно. Зато крупное. На избирательном участке в Усульском районе умер человек. Мы были наверху, находились с сотрудником полиции. Кликнули нас, мы снизу спустились, он сидел. Я его в осознание решил посмотреть в сознание. Он без сознания был. Он не дышал, ничего. Мы его на пол переложили. Начали его откачивать. Первый непрямой массаж сердца производили. Как бы было не напрасно, но как бы сознание пришел, и зрачки реагировали на свет. Восемь вечера. Участки завершают работу. Начинается подсчет голосов. Явка по области составила 26,3%. Это на один процент больше, чем в 2013 году на таких же выборах. Самым активным стал Баендаевский район. Самым равнодушным – Бадайбинский. В крупных городах – Иркутске, Ангарске, Братске – проголосовало не более 26% избирателей. Олег Федоров, Галина Тюрнева, Сергей Полянский. Новости сейчас. К другим темам. 45 пассажиров аварийно севшего в Усть-Куте самолета улетели в Ленск на резервном борту. Его отправила авиакомпания «Руслайн». Напомню, 7 сентября в Усть-Куте совершил аварийную посадку «Ан-24». Он следовал по маршруту Красноярск-Усть-Кут-Ленск. По данным авиакомпании, у самолета отказал правый двигатель. Поэтому пилоты приземлились только налевом, скорректировав параметры захода на посадку. Обошлось без жертв. Почти сутки пассажиры провели в Усть-Куте, после чего улетели в Ленск. По факту аварийной посадки, Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте проводит доследственную проверку. Пассажирский самолет МС-21, который собирает на Иркутском авиационном заводе, может получить защиту от зенитных комплексов. Как пишет ТАСС со ссылкой на советника первого заместителя, гендиректора концерна радиоэлектронной технологии Владимира Михеева, его разрабатывают специально для этого лайнера. Комплекс предназначен для индивидуальной защиты самолетов и вертолетов от поражения авиационными и зенитными ракетными комплексами, а также зенитными артиллерийскими комплексами ПВО наземного и морского базирования. 19-летнему жителю Братском пришили пальцы на левой руке спустя 12 часов после несчастного случая. Это время, которое потребовалось, чтобы приехать в Иркутск. Обычно медики за подобное не берутся, ведь шансы на то, что ткани приживутся слишком малы. Но и хирурги Иркутской областной клинической больницы все же решили попробовать. Анастасия Цыганкова продолжит тему. Чувствительность восстанавливается медленно, в течение полугода будут разные виды чувствительности восстанавливаться. Пока Георгий Козловский указательным, средним и безымянным пальцем ничего не чувствует, даже прикосновения врача. Хотя их наличие на левой руке уже чудо. На пилораме, где работал врача, им произошел несчастный случай. С танком 19-летний молодой человек отрезал себе три пальца. В травмпункте Братска помочь не смогли и предложили ехать в Иркутск. Были того мысль, что можно остаться без пальцев. Вот были мысли, конечно, но все равно. Надежда не умирала. У меня пальцы были вот в этой вот руке. Я вот так вот их несу. Было. Вот так вот отогнулся, смотрю, они отодвигаются. У меня пальцы не на месте, это как-то не особо нормально. Как так-то вообще? Как это так произошло-то случилось? На прием к хирургу Павлу Кошкову врачанин попал спустя 12 часов после ЧП. За это время нервные окончания и сосуды почти полностью отмирают. Поэтому шанс, что после операции пальцы приживутся, был слишком мал. Но врачи решили рискнуть и ночью началась операция. Под микроскопом нейрохирург сшивал тончайшие сосуды. Сама операция длилась порядка 10 часов, потому что не всегда сразу запускается кровоток. Периодически пальчика было три, поэтому наложив анастомозы сосудистые на одном пальце и переходя к другому, тромбировались на первом пальце. Поэтому приходилось возвращаться вновь к первому пальцу. Но результат тот, который мы получили, мы им очень довольны. Доволен и Георгий. Теперь его ждет длительный процесс восстановления. После подобных операций многое зависит от пациента. В ближайшее время врачанина ждет еще одно оперативное вмешательство. Необходимо удалить металлические распорки, которые вставили в пальцы, чтобы кости правильно срослись. А после длительной реабилитации. Если все пройдет успешно, то через год Георгий сможет самостоятельно двигать пальцами, как это было до несчастного случая. Анастасия Цыганкова, Константин Синицын. Новости сейчас. На дорогах Иркутской области стало светлее. Протяженность освещенных участков федеральных трасс увеличилась на 6,5 километров. Более 250 металлических опор с интеллектуальной системой технического учета электроэнергии установлены в Тулунском районе. Как еще благоустроен новый отрезок магистрали, расскажем в следующем материале. В селе Гуран сегодня общесельский праздник. За этой стройкой следили давно. И вот теперь 6,5 километров линии электроосвещения в Иркутской области введены в эксплуатацию. Хочу сказать большое спасибо за то, что сделали нам дорогу, освещение. Ну и самое главное, что у нас появился светофор. Потому что на этой дороге случалось очень много нехороших вещей. Теперь есть светофор. Будем надеяться, что больше такого не будет. Деревня проходящая, движение большое было. Ну и опять же дорожки пешеходные очень помогли. Ну вообще деревня изменилась, все стало лучше. Будем сохранять то, что сделали. Строительство линии электроосвещения велось на двух участках автомобильной дороги А331 Вилюй и участке трассы Р-255 Сибирь в пределах населенных пунктов Гуран, Целинные земли и Булюшкино. Уровень благоустройства почти как в городе. Федеральные дорожники использовали самые современные технологии. Было установлено более 250 металлических опор, защищенных от коррозии. Фонари оборудованы интеллектуальной системой технического учета электроэнергии, которая позволит контролировать мощность освещения по мере необходимости. Включать и выключать его удаленно в режиме реального времени. На этом объекте были применены современные материалы, имеющие сертификаты, паспорта качества. Сами можете обратить внимание, что все у нас металлические конструкции покрыты горячим цинкованием. Минимальный срок службы – это минимум 7 лет. Применены современные дорожные знаки, применены современные светодиодные светильники. Все это должно прослужить не одно десятилетие при нормальном отношении, при нормальной эксплуатации. Вдоль трасс произведено обустройство автобусных остановок. Теперь транспорта жители сел будут дожидаться в новых автопавильонах. Появились пешеходные переходы и тротуары, пандусы для маломобильных граждан. Установлены новые дорожные знаки, барьерное ограждение, нанесена разметка. Главная цель – сделать движение на федеральных трассах Иркутской области максимально безопасным. С учетом того, что это федеральная трасса, здесь очень высокая интенсивность движения. И в стране у нас стоит задача повышать безопасность дорожного движения. Поэтому мы поддержали эту инициативу жителей, подключились к этому процессу. Объект был включен в федеральную целевую программу по обеспечению безопасности на наших федеральных автомобильных дорогах. Совместно с муниципальной властью мы отработали. Вот у нас сегодня такой результат. Власти муниципалитета уверены, с таким качеством инфраструктуры изменится и качество жизни в селе. Я, конечно, не ожидал, что это такое сооружение будет великолепное. Не каждый город сегодня похвастается и ограждением, и освещением. Мы вот въехали, даже и светофор есть сегодня в нашем Тулунском районе. Это, наверное, первая ласточка, когда именно в населенных пунктах, таких как Гуран, у нас будут и хорошие дороги, и тротуары, и светофоры. Этот участок не последний до конца года. В Приангарье будет установлено еще более 100 километров металлического барьерного ограждения. Дополнительно оборудуют пешеходные переходы. На федеральных трассах Вилюй и Сибирь станет светлее. В Братске, Менготуе, Кемельтее и Тими ведут в строй новые линии электросвещения протяженностью в 20 километров. Евгения Власёк, Галина Тюрнева, Николай Крупченко. Новости. Сейчас. И теперь о темах, которые ждут вас во второй части выпуска. Мэтр для молодых дарований Денис Мацуев дал сольный концерт в Братске. Они делают это по зову души и с любовью к природе. 16,5 тысяч волонтеров брали берег Байкала. В каждом периоде по пропущенной шайбе и все в наши ворота. Подробности матча Ермак Саров совсем скоро не переключат. Это новости сейчас. Мы работаем в прямом эфире и продолжаем выпуск. 16,5 тысяч эко-волонтеров приняли участие в проекте 360, который восьмой год подряд проводит компания ЕН Плюс Групп. В этом году на Байкале определили 328 точек, где собирали мусор и приводили в порядок территорию. Наша съемочная группа вместе с волонтерами оценила масштабы бедствия вблизи Танхоя. Подробности далее. Какие же люди в семье? Неужели за собой каждый не может взять мешочек и увезти? Участники экологического проекта 360 сегодня так подумают еще не раз. Это свалка на берегу Байкала на уникальном розовом пляже под Паньковкой. Росла весь сезон. А уберут ее за 30 минут. На берегу работает тяжелая техника. Состояние побережья такое, что без камазов не обойтись. На Байкале много очень мусора. То есть не убирают за собой люди, которые отдыхающие. Люди, которые отдыхают, чтобы хотя бы за собой увозили свой мусор, а не где-то там оставляли его под деревом, складировали все это. Тогда будет намного проще. Екатерина Охотникова в акции участвует уже 5 лет. На ее глазах экологический проект «Ен плюс групп» вырос. Если в 2011 на уборку вышло сотня эковолонтеров, то сегодня 16,5 тысяч. Причем не только из Приангарии и Бурятии, но и из других регионов России. Наши акции действительно носят такой национальный характер. В первый год наши волонтеры собрали 500 мешков мусора. В прошлом году волонтеры собрали 155 камазов мусора. Масштаб очевиден. То, как развивается проект, очевидно. Я надеюсь, что в этом году мы сделаем еще больше для того, чтобы защитить это уникальное место. Такие работы в субботу прошли на 328 точках по периметру Байкала. Параллельно экологические акции состоялись в Иркутске и Братске. Постоянный партнер проекта – Байкальский заповедник. Сейчас отсюда открывается прекрасный вид на Великое озеро. А раньше эта территория выглядела совсем иначе. В самой кромке воды лежат какие-то железные конструкции, бетонные балки, остатки куски цемента. И с помощью вот этой вот акции «360 минут», когда была выделена специальная техника, и смогли поднять их, вот эти циклопические конструкции, вывести отсюда, утилизировать. То есть это уже очищен берег. И, конечно, теперь люди приезжают и даже не догадываются, что здесь было. Сейчас инициативу «Ян плюс групп» активно поддерживают и другие компании регионов. Приангарии может быть открыто региональное отделение Национального совета по корпоративным волонтерствам. Важно то, что это движение растет. И в этом году, который объявлен Годом добровольца в России, мне кажется, важно, что это на государственном уровне поддерживается. И все большее количество компаний начинает заниматься корпоративным волонтерством на системной основе. Эта работа привлечет на Байкал еще больше волонтеров, которые, в свою очередь, смогут очистить не только берег, но и поменять отношение людей к территории, на которой они живут. А это значит, прекрасные пляжи Великого озера будут сохранены в первозданной чистоте. Жители Ангарска отметили День работников нефтяной и газовой промышленности на главной площади города. По случаю прошел праздничный концерт, а самые активные могли поучаствовать в спортивных состязаниях. Какие подарки получили в награду за победу, расскажем в нашем следующем материале. Сильные, ловкие, творческие и умные, а также те, кто просто любит хорошо провести время, собрались на главной площади Ангарска в минувшие выходные. Город нефтехимиков празднует свой профессиональный праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности. Однако разделить события пришли не только работники Ангарской нефтехимической компании, но и представители других профессий. Я вот, например, Бодобинка, я живу здесь второй год, мне очень понравится. И мне этот праздник, конечно, у нас нет золота, но у вас как-то это самое, с таким подъемом, с таким одушевлением очень хорошо, мне очень нравится. В Ангарске отмечать День нефтяника стало ежегодной традицией. Это не мой праздник, я тут живу просто. Моим детям хорошо, значит, мне здесь хорошо. Так что для детей пусть делают, а мы рядом будем. Родители не только рядом, они активно принимают участие в творческих конкурсах и спортивных состязаниях. Аттракционы, батуты, игровые программы – все АНХК организовала бесплатно. Даже представители старшего поколения не остаются в стороне. Проигравших нет. Каждый участник уходит с приятным подарком. Участие в празднике приняли десятки жителей города, а более 150 работникам предприятия вручили корпоративные награды. Евгения Власюк, Анастасия Цыганкова, Николай Крупченко. Новости сейчас. Сто юных брачан смогли бесплатно посетить концерт Дениса Мацуева. Это лучшие воспитанники школы искусств в Братском. В северную столицу Приангарии музыкант приезжает ежегодно в рамках международного фестиваля «Звезды на Байкале». Он проходит в эти дни в Приангарии известный пианист. Он создал сольный концерт. Он исполнил для брачан сонату номер три Людвига Ван Бетховена, вариации на тему Карелли Сергея Рахманинова, большую сонату соль-мажор Петра Чайковского. Конечно, это самый, я думаю, популярный и известный у нас музыкант, который, ну, в России, который приезжает в Братск. Мне очень радостно, что он сюда приезжает, потому что это человек, который показывает, что своим трудом он может добиться многого. Большое мастерство всегда сопровождает Мацуева. Каждый видит его концерт по-разному. Для кого-то это, ну, если вы будете его ображать, то это путешествие по далекой галактике. Для кого-то это прогулка по лесу. Но одно остается. Всегда радостное ощущение. Не менее радостное ощущение испытали накануне наши соседи. Жители Улан-Удэ, столица Бурятии отметила 352-й день рождения. Наши коллеги из телекомпании ТВ-ком поделятся своими впечатлениями от праздника прямо сейчас. Улан-Удэ отметила 352-й день рождения. И в этот чудесный день на свет появились сразу 9 мальчишек и 11 девочек. Их уставших, но счастливых мам поздравил мэр города и вручил полезные подарки. Ранними пташками оказались и делегации зарубежных городов-побратимов. Их у Улан-Удэ 16. Улан-Удэ для очень многих монголов как бы второй родной дом и по духу, и по географическому расположению. Тесячелетия истории, отдаленные и недавние, соединяют нас. Единство, дружба и семья стали главными темами этого дня города. Официально открыли его театрализованным прологом на площади Советов. Молодожены, молодые мамы, байкеры, сотни ребятишек из разных школ искусств города приняли участие в программе. Выступили и официальные лица. Этот праздник объединяет всех горожан. Тех, кто родился в Улан-Удэ, тех, кто с ним связал свою судьбу и для кого он стал родным и любимым. В этом году нашему любимому Улан-Удэ исполняется 352 года. Мы видим, как с каждым днем наш город меняется и хорошеет. Не забывая об истории Верхнеудинской ярмарки, в этом году 250 лет. Когда-то это было крупнейшее событие во всей Сибири. Сейчас остались не только память, но и попытки воскресить бойкую торговлю. Самая лучшая ярмарка на свете! Тут объедение вкуснотень. Вкуснотень можно было купить по оптовым ценам и сразу от производителей. По лакоменце можно было и бесплатно, а дегустации даже 50-килограммовый подарочный торт в виде одного из знаковых мест города. Окунуться в атмосферу праздника можно было не только в центре города, а во всех парках Улан-Удэ были организованы развлечения на любой вкус. Закрывали день города звезды бурятской эстрады. А в конце вечера, конечно же, полюбившаяся песня и музыкальный фейерверк. Я хочу в этом сказочном крае встретить много хороших людей. Ведь не зря же здесь солнце сияет столько ясных безоблачных дней. Улан-Удэ. Улан-Удэ. Алевтин Дармаева, Бато Гармын. Новости дня. Футболисты из Приангария Роман Зобнин и Федор Кудряшов в составе сборной России выиграли первый матч Лиги нации. Наша команда в матче первого тура Лиги Б группового этапа Лиги нации УЕФА сыграла со сборной Турции. Зобнин и Кудряшов вышли в стартовом составе на этот матч. Один мяч ворота соперников отправил Денис Черышев, второй Артем Дюба. Турки отыгрались лишь единожды и со счетом 2-1 победила Россия. А сегодня нашей команде предстоит товарищеский матч с командой Чехии в Ростове-на-Дону. Иркутский клуб «Зенит» проиграл команде «Сибирь-2». Матч первенства России прошел в Новосибирске. Наши футболисты открыли счет на четвертой минуте. Точный удар после розыгрыша углового удался Сергею Михайлову. Однако к середине первого тайма соперники сравняли счет. В завершении второго игрового отрезка иркутяне пропустили еще один матч и со счетом 1-2 уступили в этой встрече. В следующий раз «Зенит» выйдет на поле 19 сентября. В этот день в Иркутске наши футболисты принимают счету. Хоккеисты ангарского «Ермака» на домашнем льду уступили Сарову из Нижегородской области. В каждом периоде оранжевое пропустили по одной шайбе и таким образом проиграли со счетом 0-3. Следующий матч чемпионата высшей хоккейной лиги «Ермак» вновь проведет дома. Сегодня вечером ангарчане принимают клуб «Сызрань». И в завершении выпуска коротко о погоде. Завтра в Иркутске ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха прогреется до 14 градусов, ночью плюс 3. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. О погоде в других городах Иркутской области расскажем в программе «Сфера» через несколько минут. Не переключайтесь. У меня же к этому часу вся информация. Напомню, за нами можно следить и в социальных сетях, ну и, конечно, на телеканале АЭС. Оставайтесь с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok